Весенний паводок 2020 года в Сергеевском районе стартовал заметно раньше прогнозных дат областной метеослужбы. Наиболее активно уровень водоемов поднимался 15 числа, но и сейчас посты по всему району фиксируют новые данные. Паводок 2020 года показал, что природа умеет удивлять, но муниципалитет во всеоружии. К примеру, в этом году при малоснежной теплой зиме вода поднялась почти на 4,5 метра. Хотя год назад, когда на полях лежали внушительные сугробы, уровень воды был на 1,5 метра ниже. Следующий опасный уровень, вот у нас установленный, а это неблагоприятный уровень, это 500 сантиметров подъема. Я запомню, что сейчас вставляет 4,32, то есть больше 70 сантиметров запаса у нас пока еще есть. И опасный уровень, при котором происходит затавление, это 570 сантиметров. Уже вода начинает поступать в жилые дома, в надворные постройки и так далее. Еще хотел бы сказать, что у нас реки Сок-Сургут, они достаточно протяженные. То есть, если у нас, допустим, в Сергиевске началось активное снеготайне, такой резкий подъем. Вот, то ниже по течению, это населенные пункты сельского поселения, Елшанка-Чекальна, Большая Чесноковка, Елшанка, Чемеричный. Вот там только вода большая начала приходить. И если в селах Сергиевск и Черновка в середине недели уровень почти не менялся, то в Чекальне-Елшанке реки поднимались на 10 сантиметров в сутки, чему помогали присоединившиеся к потеплению дожди. Об этом 18 марта речь зашла на заседании районного оперативного штаба. Там было подчеркнуто, что в ближайших прогнозах стоит еще большее потепление воздуха, а значит, интенсивность таяния снега не снизится. Первыми еще 13 марта почувствовали на себе поводок жители улицы Железнодорожная, поселка Суходол. Там на помощь пришли экскаваторы, успешно отводившие воду от домов. Следующие сообщения пошли из Сидоровки. Были вопросы у нас в части, касающиеся Сидоровки. Там в нескольких местах было. Ввиду того, что поля отдали резкую воду, поэтому прошел перелив через ее полотяну с дальнейшим растеканием по территории. О плановом введении паводкового периода читались службы жизнеобеспечения района. Тогда дорожники говорили о наличии всех реагентов и необходимой техники, о подготовленных водопропускных трубах. Первый удар принимал на себя ДЭУ, не допустив аварийных ситуаций, вовремя ликвидируя переливы через трассы. Они уже провели и ревизию дорожного плотна, чтобы расставить приоритеты по ямочному ремонту. Отчитались по подаче воды и коммунальные службы. Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал провести через них анализ и родников, расположенных в поселениях, с обнародованием результатов. Екатерина Реснянская, Александр Жуков, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3».